Как известно, бренд Hammer переродился под маркой GMC. Притом первой моделью возрожденного семейства оказался огромный электрический пикап. А сейчас на сцену выходит чуть менее крупный внедорожник. Друг от друга машины отличаются только кормой. У внедорожника короче задний свес и меньше колесная база. Но простор на втором ряду одинаковый, а третьего, несмотря на нескромные габариты, нет. Машина сделана пятиместной. Из-за сокращения размера в пятидверке полагается более скромная батарея. Ведь именно корпус аккумулятора играет роль несущего элемента автомобиля. Появление тысячесильной модификации тоже исключено. Впрочем, мощности новому Hammer все равно более чем достаточно. Трехмоторная модификация выдает свыше 800 сил. А двухмоторный вариант готов похвастаться отдачей на уровне 600 лошадей. Как многие другие батарейные модели, ждать пятидверный Hammer придется бесстыдно долго. Первые машины заказчики получат не раньше 2023 года. А базовые версии вообще заявлены на весну 2024. В топовой конфигурации машине полагается трассовый автопилот, пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси и куча других примочек, вроде 18 камер кругового обзора. Плюс панели крыши, которые можно снять, сделав почти кабриолет. Правда, с такими ценами Hammer очевидно будут штучным товаром. Приветственный тираж отгрузят публике по 106 тысяч долларов за штуку. А самые простенькие внедорожники решено отдавать на 20% дешевле. На отдельной ступеньке стоит бескомпромиссный Extreme Offroad. У него есть внедорожные шины, усиленные полуоси, имитация блокировки заднего дифференциала и настоящая блокировка дифференциала переднего. Впрочем, остальные Hammer тоже не промах. У машин на пневме 30-ти сантиметровый дорожный просвет. А если заказать опциональный пакет, то дорожный просвет будет достигать 40 сантиметров. Внушает, не правда ли? Следующую новость из-за откровенного дефицита иллюстраций придется дать очень и очень коротко. Toyota выпустила купе GR86, то есть преемника прежней модели GT86. Сюрприза не случилось, и внешне, и технически новинка повторяет Subaru BRZ. Поэтому под капотом установлен атмосферный оппозитник, с которым стыкуются шестиступенчатые механика и автомат. Привод, разумеется, задний. Но нам эта информация почти не важна, ведь мы вряд ли увидим этот автомобиль на российском рынке. Редактор субтитров А.Семкин